Дорогие друзья, это видео-ссылка на очень большую статью. По сути дела, последние три года в школе уже сделан большой скачок по изучению языков. На самом деле, что я описал в этой статье? Ну, в первую очередь, конечно, как меняется школа. Но также каждый человек, который начинает изучать программирование, наверное, хотел бы видеть некую дорожную карту. Вот здесь я попытался рассказать в статье дорожную карту. Допустим, человек только начал изучать язык, потом подошел к разработке. Здесь очень много ссылок на другие статьи, на видео. То есть, в них вы посмотрите и принципы, которые нужно привить, привычки и многое-многое другое. По сути дела, вам на несколько суток работать с этой статьей. В свою очередь, эта статья ведет и на другую статью, кроме там-то кучи статей. Но, по сути дела, вот есть парень в школе, который за два года изучил довольно много. Это такие вещи, как он начал писать на двух языках. И продукты Киеви, Джанга, начал работать с Android Studio. Много-много-много. Но, когда мы начали заниматься уже конкретно разработкой, то возникла очень большая куча мелочей. И вот я показал, вот почему возникают вот эти вот вопросы, когда трудности, да, хотя вроде бы как Сережа очень конкретно подготовился. Почему? Потому что, с одной стороны, переход от изучения языка к разработке, он довольно сложный, да, на самом деле, действительно сложный. А с другой стороны, это, как тут правильно сказать, это упущение базы, о которых как раз таки я и рассказал также в этой статье. Ссылка на статью будет в описании видео. Упущение базы. Теперь, что еще хотелось бы сказать, вот именно по этим вещам. Потому что я постоянно работаю над вопросом, вот как поставить на ноги человека именно от нуля до разработчика. Вы знаете, если вы скажете это так просто, то я уже на этот вопрос отвечаю 9 лет, да, каждый раз, конечно, с лучшим результатом. Ну вот теперь совершенно иной подход. И как раз в конце статьи вы увидите решение. И, ну, лучше всего прочитать самому. Еще раз говорю, что вот по сути дела я описал, как меняется школа, вот уже она меняется, да, много методик поменяется. Вот, но кроме этого, статья отвечает опять же на вопрос, как от нуля до, как стать разработчиком с нуля до реального разработчика. В принципе, дорожную карту, чтобы у вас была какая-то в голове своя карта, а там вы уже будете, по крайней мере, будет над чем думать, и вы уже будете использовать это. Спасибо, все получится.